Привет, ребята! Сегодня у нас распаковочка. Вот такой пылесос Samsung, модель SC4520. До этого у меня был точно такой же. Отработал он 10 лет и сломался. Отремонтировать я не смог свой. Купил точно такой же. Эта модель достойна вашего внимания, поэтому хочу вам рассказать про нее. Давайте начнем распаковывать. Значит, стоимость этого пылесоса вышла мне 3352 рубля. Давайте посмотрим, что внутри. Две металлические трубы, шланг. Этим концом он вставляется в пылесос. Здесь имеется пластиковая защелочка. Сюда вставляются металлические трубы. Регулятор мощности быстрый, чтобы вы могли открыть и тем самым ослабить мощность всасывания воздуха. Гарантийный талон. Инструкция. Рекомендую вам заполнять гарантийный талон, ставить хотя бы печать, чтобы вы могли обращаться в авторизованный сервисный центр. Вот наш красавец. Выглядит он вот так. Хочу повторить, что у меня такой пылесос отработал 10 лет. Вот такая щеточка для чистки узких мест. Можно чистить. Ну и плюс щеточка-высадка. И так же вот такая щетка для чистки ковров. Она простая. Ничего у нее такого нет. Здесь идет резинка. Ворсовые накладки. Имеются колесики для облегчения скольжения. Вот здесь и здесь. Пылесос изготовлен в Вьетнаме. Компании Samsung. Мощность его 1600 Ватт. Но это указано как максимальная мощность. А типа номинальная 1400 Ватт. Кнопка включения. На некоторых моделях мощность регулируется поворотом кнопки включения. Здесь это не так. Шнур. Шнур достаточно длинный. Вот. Это система подмотки шнура. Чтобы смотать его нужно нажать. Вот таким образом шнур сматывается. Удобство этого пылесоса в том, что у него нет мешка для пыли. Так как здесь используется система циклон. И весь мусор собирается вот в эту вот колбу. На небольшого объема. 1,3 литра. И вот здесь у вас весь ваш мусор собирается. Вы просто берете, вот так вытаскиваете. И вытряхиваете в пакет мусорный. Завязываете его. Ну все. Здесь есть градуировка. Максимальный объем. Вот досюда мусора можно насобирать. Чтобы пыль не попадала в вашу комнату. Здесь имеется система фильтров. Первый фильтр выглядит вот так. Такая поролоновая губка. С колечком. За нее вы вытаскиваете. Здесь находится еще дополнительная белая сетка. Которая также вылавливает пыль. Хочу сказать, что на предыдущий пылесос. Мне хватило этих губок где-то лет на 6. Они моются под краном. Очень просто. Сжимаете. Промыли несколько раз. Просохло за пару минут. Можно опять использовать. Я покупал комплект. Еще один такой губок на Алиэкспресс. Вышло недорого. Что-то там в районе 300 рублей с доставкой. Вот. Собираем обратно. Этот фильтр служит для того, чтобы пыль не попадала внутрь двигателя. И после этого не попадала в вашу комнату. Здесь также стоит еще один фильтр. Он состоит как бы из двух частей. Тоже поролонка. И такая беленькая тряпочка, которая является фильтром тонкой очистки. Все это также моется. Очень просто. Я предыдущий пылесос разбирал. Устройство простейшее у него. Здесь стоит плата, двигатель. И все. Больше там ничего нет. Это, к сожалению, отремонтировать я его не смог. Все. Собирается обратно. Таким легким защелкиванием. Вставляем защелку вверх. До щелчка. Трубки одна вдеваются в другую. И надеваем на пластиковую трубу. А на этот конец надеваем щетку. Хранится он может вот так. Вот это так вставляется сюда. Также можно поставить его на заднюю часть. Из минусов этой модели могу отметить то, что нет ниши для хранения вот этой насадки. Но ничего страшного. За эту цену можно пережить. И также кнопка, которая подматывает шнур, является ручкой для переноски. Можно за нее переносить присос, что очень удобно. А теперь давайте его включим. Послушаем, как он шумит. Уровень шума не очень сильный, но ощутимый. Ребята, еще раз хочу сказать вам, цена-качество очень адекватное. Сравнил сейчас много моделей. И Керхер, LG, Китфорд. И все-таки решил еще раз взять эту модель Самсунга. Очень вам рекомендую. Берите, не пожалеете. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До свидания.